Друзья, привет! Мы отправились сегодня на рыбалку за уклейкой с поплавочной снастью. Рыбалка на уклейку очень азартна, ее многочисленные стаи не дают рыболову скучать. Несмотря на небольшой размер, рыба очень сильно сопротивляется, она бойкая, показывает свой характер, при том, что используются тонкие лески, вываживать такую рыбку огромное удовольствие. И она гастрономически очень интересна, и после зимы у нее дикая активность, она набирает жор перед нерестом, поэтому мы приехали именно за ней. Локацию для ловли уклейки мы выбрали Истринское водохранилище, я это место хорошо знаю, это Миронцево, лесное озеро, по-разному его называют. Перспективно это место тем, что к берегу подходит глубина, а уклейка, она, как правило, придерживается глубин. И мне не понадобится дальний заброс, какие-то тяжелые грубые снасти, чтобы достать до рыбы. И даже длинной маховой удочки мне не понадобится. Я взял с собой 4- и 5-метровое маховое удилище, и уверен, что до рыбки я достану. Если будет хорошая активность, то без улова, ну точнее без улова-то вообще по уклейке тяжело уехать, а вот с хорошим уловом, ну как правило, тоже все складывается благоприятно. Кидать будем под ноги, плюс еще тень от деревьев, рыбка себя здесь чувствует в защищенности, и показывает свое присутствие кругами на воде, что не может не радовать. Коллеги тоже полавливают рыбку, сейчас, конечно, уже не раннее утро, но все равно, я думаю, что-нибудь допоймаем. Перед тем, как выбрать место для ловли, расположиться на нем и забросить крючок в воду, следует замочить прикормку, потому что ей нужно время, чтобы настояться, чтобы все частички впитали в себя воду, разбухли, и ее эффект был намного более действенным. Вот я с собой взял емкость, не всегда удается что-то под рукой найти, поэтому пойду наберу водички, сейчас, где бы не скатиться тут. Прикормка вкусная, сам бы съел. Ну, так и должно быть, чтобы приманить рыбу, нужно накрыть правильную поляну. Я не сторонник самодельных прикормок, хотя раньше, конечно, что-то пытался изобретать, но сейчас есть уже проверенные специализированные смеси под разную рыбу, под разные виды ловли, поэтому, потратив даже свое время, не факт, что ты сделаешь лучше. Ну, далеко не факт, скорее всего, хуже. Поэтому я предпочитаю использовать проверенную прикормку. На килограмм прикормки мне понадобится миллилитров 150-200 воды при классическом замешивании корма, но мы сегодня будем делать чуть более жидкую прикормку, чтобы она оставляла взвесь в толще воды сверху в поверхностном слое и была таким маркером для рыбы. Эта взвесь привлекала поверхностную рыбку-уклейку. И чем дольше прикормка будет оставаться в толще, тем больше рыбы она будет привлекать. Поэтому я чуть-чуть переувлажню прикормку, но в разумных пределах. Продолжение следует... Тут лучше несколько раз долить, чем один раз перелить. Наливаю водичку постепенно, доводя прикормку до нужной кондиции. А уж если перельёшь, обратно уже не запустишь механизм. А долить мы всегда успеем. Так, как кажется. О, шикарно. Возможно, потом ещё довлажнить придётся, но уже работа прикормки мне нравится. Вот, кстати, плёнки много. Это хорошо с нашего берега. Конечно, это может немножко влиять на качество ловли, но в целом рыбка будет присутствовать, потому что много какого-то мусора. Там пыльцы летит, букашек, всё сбивается. Плюс небольшая тень ещё будет. И рыбка может держаться в большем количестве у нашего берега. Это радует. Придётся, конечно, сесть не в самом удобном месте, но, на мой взгляд, в достаточно перспективном. Поваленное дерево. Плюс я буду сидеть рядом с большим деревом. Меня рыба не так сильно будет видеть. Здесь очень большая глубина, и уже даже визуально вижу, как вдоль берега курсируют рыбки. Главное, конечно, не свалиться вниз. Разложу пятёрочку. Удочка эта в этой длине будет комфортной. Очень лёгкой. Даже при том, что я сегодня на полставки буду одной левой работать. Никогда не ловил левой удочкой. Сегодня будет первый опыт в жизни вообще. Ну, надеюсь, что-нибудь да получится поймать. Прямуюсь за оснащение, собственно, оснастки, поплавка. Что у меня тут есть по леске-то? 0,15-я. Ну, чуть-чуть толстовато, но, в принципе, пойдёт. Поводковая 0,08, но она мощная, выдержит. Особо крупной рыбы не будет, зато очень будет хорошая результативность, и рыба не будет боязно брать насадку. Поэтому вполне. Может быть, и не придётся использовать поводочную леску. У меня там поводочки какие-то есть уже. Если я найду подходящую длину, не буду мучиться, а примусь сразу за получение удовольствия, за ловлю. Кстати, такая мелочь, а очень удобная. Петлевязь называется. Такой, с виду, как дракончик. В 3 секунды получается сделать аккуратненькую, ровную, а главное, надёжную петельку, которую мы защёлкнем на кончике удилища в коннектор. Так, у меня есть трое ножниц, но всё, по привычке. Как всегда, откусываешь всё ножницами. Ой, ножницами, зубами. Не, ну сейчас мы сделаем всё правильно. Всё-таки. Вот таким незамысловатым способом крепится леска к удилищу. Продеваем нашу петелечку. И вот здесь вот, под этот выступ, её вставляем. А затем фиксируем вот этой частью нижней пластиковой, собственно, коннекторы. И всё, у нас леска никуда не девается. Всё культурно, аккуратно, красиво. И опять же, надёжно. Так, леску чуть короче сделаю. Чтоб удобнее было принимать рыбу в руку. Хотя, как удобнее, я думаю, что мне сегодня любая рыба будет неудобна в принятии в руку. Потому что я левой рукой ловлю. Какой у меня гламурный поплавок. Вот, кембрики разного цвета даже. Кембриков желательно парочку одевать. Поплавок в этом случае лучше фиксируется. Вот. Неспроста я такой огрызок оставил. Свист такой кембрика с келя. Для того, чтобы леска меньше запутывалась. Это важно. Забрасывать будем часто. И не хочется оставлять нервы на рыбалке. Хочется, наоборот, их закреплять и приобретать. Народный способ. Петля в петлю. От детов к отцам. От отцов к сыновьям. Передаётся. Очень простой и эффективный. Узелки, конечно, надо смачивать. У кого что под рукой. У меня вот сейчас язык оказался поблизости. Сейчас опустил поплавок в воду предварительно. Огрузил меньше заявленного, немного. Так как производитель поплавков не всегда точно указывает вес поплавка до микрон. Это со всеми поплавками абсолютно. Так и производитель грузил. То есть небольшие какие-то погрешности существуют. Поэтому лучше повесить немного меньше. И потом добить нужным грузиком. Нежели чем потом снимать его с лески. Но это не очень правильно. Лучше ставить на самом деле несколько дробинок, нежели чем одну. Чтобы можно было их двигать по леске. И поменять вариативность подачи насадки рыбы. И при желании положить их на дно. Или наоборот какую-нибудь маленькую дробинку, которую я сейчас поставлю поближе к поводку, отодвинуть. Чтобы приманка очень медленно тонула. Что вызывает у рыбы обычно хватательный рефлекс. То есть чем больше грузиков, тем больше вариативности подстроится под условия рыбалки. По нашему желанию Нептун нас услышал. Погода подыграла. И намутило у берега достаточно сильно. Еще и ветер поддувает сзади. И очень удачно, что с деревьев в воду попадают всякие мусоры, жучки, паучки и так далее. И камеры не видно. Солнце достаточно ярко светит. Бликует. Но постоянно с поверхности рыба собирает какую-то живность. То есть она прикормлена природой в нашем месте. Поэтому точку мы выбрали правильно. А если место выбрали правильно, это уже половина успеха. Потому что можно быть супер профессионалом. Но если рыбы не будет, ну как ты ее поймаешь? Если просто рыбы нет. А у нас она есть. Нам надо просто получать удовольствие и ловить рыбку. Чем я сейчас и займусь, кстати. Водички только попьем. А удочку-то надо взять. Класс, все готово. Антенку огрузил наполовину. С учетом того, что еще на крючке будет, ну, во-первых, будет крючок. Без него будет проблематично поймать что-то. И будет на крючке у нас опарыш или мотыль. Но если опарыш, он весит сколько-то. И еще дополнительно немножко притопит антенку. То есть вот огрузка вот так вот поплавка будет идеальной. Ну, практически. Не надо огружать поплавок не вот так вот, не вот так вот. Это все неправильно. И поклевок с некрупной рыбкой может быть не то, что там чуть меньше, а в десятки, может даже в сотню раз меньше. Поэтому это очень важный момент, который стоит учитывать и относиться к нему серьезно. Как бы не закончить рыбалку, не начав ее. Да нет, в принципе, со стороны выглядело страшнее, на самом деле. Главное, не зацепиться будет за дерево. Люблю, конечно, я рыбалку на уклеечку. Ну, вообще, в принципе, с маховой удочкой. Это минимализм такой. Вообще, вот, практически все элементы для получения удовольствия от рыбалки. И при этом на результат это никак не повлияет. Из интересного, у меня сегодня такой импровизированный садок-подсак. Подсак навряд ли понадобится сегодня. А вот садочек для уклейки вполне. Единственное, я не предполагал, что такой уровень будет. Поэтому, как нам рыбу в воду пускать, это, конечно, вопрос. Ну, ладно, сейчас что-нибудь придумаю. Ну, наконец-то, можно приступать к ловле. И, подойдя к водичке поближе, мои доводы подтвердились. Рыбка плавает, и ее видно. Причем плотвичка такая, ну, не мелкая, так скажем. Вполне себе товарного размера, в больших количествах. Возможно, к нересту готовится. Возможно, после нереста. Непонятно сейчас, нынешней весной. Но плана сколько есть. То есть, я думаю, если уклейка клевать не будет, а может быть, и то, и то половить. Все-таки интересно разнообразие. В общем, шансов еще меньше становится, что мы останемся без рыбы. В принципе, вообще, вот за что я, повторюсь, люблю ловлю на маховую удочку. То, что, ну, должны все звезды сойтись, просто чтобы ничего не поймать. Обычно, ну, худо-бедно ловится. А, как правило, все хорошо всегда, если делать определенные, как бы, учитывать моменты. И подходить к рыбалке с головой. Я, кстати, попробовал прикормить, кинуть прикормки прямо у берега. И вижу уж в очках поляризационных, хорошо видно, они отражают блики, что на точку встал на глубине буквально 30 сантиметров неплохой подлещик, разогнав при этом всю плотву. Сейчас я попробую опустить приманку. Ой, по-моему, я, конечно, от испуга дернул, как не в себя. По-моему, он взял опарыша в рот. Рыба не пугается. Активная, плавает быстро. Начнем с глубины, наверное, какой-нибудь стандартной, около метра. Вот такой. Забросим поплавок для ориентира. И начнем прикормливать место. Да, разброс левой рукой, конечно, очень приличный. Опарыши пожевали, поэтому, чтобы добиться, скорейшей поклевки, лучше насадить свеженького. Рыба любит свежую еду. Ну, как и все, впрочем. Опа! Эх, что-то слетело. Возможно, действительно, соотношение крючка и наживки немножко неверно подобрано. Но в процессе рыбалки мы откорректируем снасть. Вместо ловли постоянно следует подкидывать прикормку. Главное, делать это часто и по чуть-чуть. В этом случае рыба будет держаться на месте. Попал под лещичек. Собственно, как и ожидалось, разнорыбится. Очень важный и неотъемлемый аксессуар для рыбалки – это экстрактор. Позволяет с легкостью достать крючок изо рта рыбы. Ну и полотенчика, чтобы руки были всегда чистенькие, приятно было ловить и комфортно. Ой, как неудобно левой рукой ловить. Не могу понять, сегодня сходов много. Я уж и насадочку иначе повесил, но все равно. О, уклеечка. Замечательная уклеечка попалась. Вот это размер то, что надо. О, а это кто у нас? Под лещичек. Вся рыба там на прикормку подошла. Почти соскочил с крючка, но не получилось. Причем смотрю на его рот, он деформирован. Уже от кого-то ушел раз. Но от нас не получилось. Опа. Так, это кто? Лещ. Микро-лещ. У него причем паразит какой-то. Это не снаружи никакой мотыль, как мне сначала тоже показалось. А это действительно какой-то паразит под кожей. Попробую помочь под лещику и достать из него этого недуга из-под кожи. Плотно засел паразит. А нет, получилось достать. Вот такой червяк у нас получился. Ой, а с другой стороны еще один червь. Я вижу бородки, как он путешествует по телу под лещика и ест его изнутри. Конечно, не позавидуешь участи этой бедной рыбке. Вот еще один червь с другой стороны. Так, ладно. А нам надо продолжать ловлю. Утренний клев все-таки есть утренний клев. Не могу обойти без правой руки. Все время машинально все равно что-то ей делаю. Оп, еще одна уклеечка. О, какая хорошая уклеечка. Причем клюнула сверху, пока еще поплавок не вошел в свое полноценное рабочее состояние. Повела после приводнения приманки о воду. Активная рыбка была, что сказать. Рыбка выпрыгивает из садка, импровизированного, с учетом нынешних реалий. Уже две самые крупные, как у настоящих рыболовов, ушли обратно. Ну ладно, не за рыбой приехали, поэтому не жалко, пусть прыгает. Какая уклеечка. Такую даже сразу нахрапом не вытащишь. Ох, с икорочкой. С уклейкой что только можно не делать. И вялить, и жарить. И консервы кто-то там из нее делает. Короче, несмотря на свои размеры, рыбка во всех смыслах хороша. Очень важно точно кидать поплавок вместо прикормки, чтобы рыба концентрировалась именно в том месте, где мы ловим. Поклевки одна за другой. Такой опарыш, конечно, мясистый, толстый. И на лещах хорошо, но для уклеечки он явно большеват. Много холостых поклевок. Я уж и так это и сяк, насаживаю приманку. Только что зацепился за дерево. Была целая миссия по тому, как освободить оснастку. Ну, все закончилось позитивно. Ой, до чего кайфовая рыбка. Еще один плюс подмытого берега в том, что с берега сыпется в воду различные земля. Там деревья падают. С деревьев тоже жучки всякие, паучки падают. И еще волной разбивает берег и образуется муть, что является естественной прикормкой для белой рыбы. Поэтому она обитает в этих местах, под обрывственными берегами. Ух ты какая! Такая леску может оборвать при неаккуратном вываживании. Грамм 60-70, наверное. Для уклейки это прям... Вообще... Царь! Аааа! Выпрыгнула. Сейчас попробую оставить поменьше воды в ведре. Ой, еще одна выпрыгнула. Ё-моё! Я так никогда не наловлю рыбы. Так, попробуем оставить поменьше водички в ведре. Рыбкам хватит для того, чтобы подышать, но и не выпрыгнуть. Ох, слету! Да какая селедка! Все поклевки случаются в основном после заброса. Или в течение некоторого времени после него. Потому что приманка находится в движении, и рыба ее намного лучше замечает. Это факт. Поэтому, когда я забросил, если поклевки не следуют в течение 20-30 секунд, то я перезабрасываю. А во время вот этих 20-30 секунд иногда я подтягиваю приманку, чтобы опять же придать движение опарышу. Чтобы он поднимался, опускался и стал для рыбы более заметным. Эх, прозевал, заболтался. Сделаю поменьше глубину, потому что вижу, что много поклевок происходит сверху. А сейчас наблюдал даже, как визуально рыба схватила приманку, когда та слегка коснулась воды. Не совсем, конечно, уклеечная у меня снасть, поплавочек чуть-чуть длинноват. Он очень чувствительный. Но для такой глубины, конечно, я бы взял что-нибудь с килем поменьше. Но забыл их дома. Поэтому, ну вот этот тоже классный, спортивный. Но надо поаккуратнее с ним. И поводочек у меня длинноват 20 см. Ну, я не на чемпионате мира. Поэтому оставлю его и буду ловить с ним. Поклевок много, они хорошие. Но можно было бы быстрее поклевку сигнализировать, если бы поводочек был покороче. Уклейка очень активная рыба. И после того, как мы кинули прикормку, она буквально слетается с большой площади. Поэтому нужно ловить момент, когда ты забросил прикормку. И сразу забрасывать туда наживку. Потому что очень вероятно, что именно после комочка упавшего в воду последует поклевка. Незамедлительная. Вон опять. Я, по-моему, видел, как рыба схватила опарыша визуально. А потом скрылась под водной гладью. Ох, вот это уклеечка. И вот то, о чем я говорил. Момент, когда я увидел, что у меня клюнула уклейка визуально. Съела опарыша и убежала. До того, как поклевку сигнализировал поплавок. Прошло очень много времени. Это говорит о длинном поводке. Слегка запуталась. Из-за того, что как раз поплавок длинный. Неправильные пропорции соблюдены. По грузилам на такой мелкой глубине. И с большей вероятностью оснастка при такой комбинации с грузилами, с распределением их на леске, может перекрутиться. Перехлестнуться и запутаться. Вон, вижу, опарыш падает прям. Ох, съели, по-моему. Опять я сработал быстрее, чем поплавок. Может вообще просто визуально отслеживать поклевки. Пирос мне такое, вот сколько ловлю уклейку. Ну, не часто я ее ловлю, но раз в год стараюсь. Не припомню, чтобы я визуально ловил уклейку когда-то. Вот сейчас, по-моему, никто не съел. К сожалению. А мне понравилось. Айти. Быстрая поклевочка. Надо, конечно, аккуратнее подсекать вбок легонечко, чтобы меньше было шансов для того, чтобы снасть запуталась мимо, хотя съела. Но зимой на соревнованиях мы 500 рыб ловим. Ну, за пару часов можно поймать при хороших стечениях обстоятельств. Прямо ее даже и не выдернешь сразу. Когда снасть деликатная, ну, кайф просто ловить такую рыбку. Наблюдаю, друзья, суицид опорей. Они у меня убегают периодически из емкости и прыгают с обрыва вниз. Думаю, что идут на спасение, но на самом деле еще быстрее отправляются на корм рыбам. Я забрасываю так не совсем стандартно. Потому что прикормку уносит, и я как бы вслед прикормки забрасываю. Кидаю прямо, а потом влево ухожу. Ой, какая рыбка хорошая. Люблю клеечку, что по последнему льду, что весной. Она, кстати, весной еще обладает отсутствием запахов. Всякой тины, травы. На мясе вскормленная. Из-за этого ее вкус еще более приятный и ценный. Не забываем подкидывать, даже когда клюет. Ух ты! Ты от бабушки ушел, от дедушки ушел. От бабушки щуки, от дедушки судака. Но от Димки... Та ты не ушел. Хищник присутствует в водохранилище. Несмотря на большие сбросы, многие беспокоятся об этом. Но по факту все нормально. Рыба есть. Только что наблюдал, как в рассыпную разбежалась из-под прикормленной точки рыбка. Вот, возможно, собственно, это был и хищник. А может, просто испугалась взмаха удочки. Непонятно. О, хороша рыбейка, хороша. Странно, что ни одной плотвичке не попалась до этого момента. Шершавая, точно. Не рестится. Сейчас мы ее отпустим. Пусть дает потомство. Это попался самец причем. Шершавый. Самка, она гладкая обычно. О! Иди-ка сюда. О, хороша. Из прикормленной точки по классике. Рыбка на крючке. О, эффектный утоп. Блин, классно. Сейчас ветерочек такой, не сильный. Причем он из-за нас дует. Волнишка есть. Такая-такая небольшая шершавость на воде. Из-за этого рыба себя чувствует увереннее и подходит ближе к берегу. Но при этом в нас не дует. Вот что значит грамотно выбранное место. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Очередная хорошая уклеечка. Но надо и меру знать. Я думаю, что я свою норму на сегодня выполнил. Удовольствие получил. То, зачем приехал. А что еще нужно от рыбалки? Собственно, свежим воздухом подышал. Позагорали даже. Класс. Я думаю, можно завершать на этой прекрасной ноте рыбалочку. Хотя, конечно, всегда хочется половить еще и еще. Вот такой вот замечательный улов буквально за несколько часов. Рыбалки. И это не что-то феноменальное, а обычное дело, когда есть настроенная деликатная снасть, которая позволяет чувствовать все прикосновения рыбы и своевременно сигнализировать их и подсекать. Собственно, никаких секретов. Все просто, доступно. Ну и, конечно, прикармливать надо, кормить. У меня буквально был чуть меньше килограмма. Там грамм 700, наверное, 800 прикормки оставалось. И еще осталось. То есть, я думаю, на килограмм прикормки можно килограмм 5 рыбы выловить, так точно. Правильные прикормки. В общем, друзья, любите рыбалку, природу и берегите ее. В общем, до новых встреч. Увидимся на водоемах. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Конкретно.